Художник Сергей Сюхин в течение многих лет известен своими работами не только на просторах Поморья, где родился и живет, но и по всей России, а также за ее пределами. Его скульптурные композиции украшают улицы Архангельска и других северных городов. Ценители живописи знают автора как портретиста, графика, иллюстратора издательства «Детская литература». В открывшейся экспозиции представлены портреты предков художника, оформленные необычным образом. Картины вписаны в древние деревянные двери и врата, которые когда-то верно служили жителям северных деревень. В этот раз я привез портретную галерею своих земляков, где от мала до велика, как мы говорим, мои родственники, отец и соседи мои, и просто люди земли северной, поморы. И привез я их вместе, вместе с той средой, в которой они жили, существовали. Сакральные вещи, двери и порог – это вещи сакральные. Человек приходит в мир через порог и уходит. Уникальные старинные двери Сергей Никандрович коллекционирует и бережно хранит в течение многих лет. Так же, как древние рабочие инструменты и предметы быта северян. Они легли в основу пространственной скульптурной композиции «Рыба Арктида». Когда на выставках в Москве здесь у вас молодежь видит вот эту работу, они начинают интересоваться, а что это? Это что наши предки, наши дедушки, бабушки и отцы рыбу ловили такими сетями или траву косили. Художник всякий раз подчеркивает, что вдохновение ему дарит только малая родина. Исколесив всю Россию, познав большой успех в Европе, Сергей Сюхин не допускал и мысли навсегда покинуть родные поморские края. Бескрайние заснеженные просторы русского севера поражают воображение зрителя на многих полотнах выдающегося автора. Хотелось бы, чтобы вот этот маленький, маленький такой островок севера, да, послужил для вас хорошим, скажем, родником на вашей такой жаркой крымской земле. Персональная выставка заслуженного художника России Сергея Сюхина «От белого к черному морю. Врата памяти» открыта для посетителей в зале временных выставок византийской экспозиции «Музей заповедника Херсонес Таврический». Ее работа продлится месяц до 22 октября. Максим Давыдов, Анатолий Паньков, Севинформбюро.